Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Трайл. Это игра про бомжика, который отправился в путешествие, ну и при этом еще хотел разбогатеть. И у нас здесь торги, а мне торговать нечем. У меня лишь в рюкзачке только топорик, который мне самому нужен для добычи леса. Ладно, давайте мы это ускорим, пропустимся по-быстренькому. Да, это тоже можно пропускать. Вообще, зачем я начал торги, если у меня ничего нету? Так, все вроде бы, да? Закончилось. Ну, естественно, я на последнем месте, как же без этого? Ладно, ребята, надо нам с вами, наверное, отправляться в путь-дорожку. У нас задание дойти до реки, потом заплатить паромщику. В общем, делов хватает. Ну и, соответственно, заработать деньги. Не забудьте о моем испытании, если, конечно, не боишься. Да, а почему я должен бояться? Соберите требуемое количество предметов по пути до следующего лагеря. Сделаем мем. Без проблем. Мы такие рванины, а? Посмотрите, все в заплатках. Так. Некоторые предметы спрятаны далеко от протоптанной тропы. Смотри в область, чтобы не попустить спрятанные предметы, особенно те, что вдалеке. Не волнуйся, мимо меня и муха не пролетит. Буду все собирать, что найду. Кстати, у меня топорик, да? Я смогу еще рубить лес. Что они там собирают, а? Ахламоны. Дайте мне от вас оторваться, гаденыши. Надоели. Слишком много вас здесь. На одной тропинке-то, а? Кто это у нас тут? Белочка. Так. Подобрали камушек. Давайте все собирать, что мы будем с вами видеть. Куда бежишь, рванина? Вперед, батьки. Так, а мы пока с вами порубим дерево. Ну что... Ой, топорик у меня сломался, ребят. Все, теперь я точно бомж. Как говорится, ни угла, ни топора у меня теперь нет. Зато всякий хлам мы можем подбирать. Ладно. Слушайте, ну действительно, их что-то здесь слишком много. Фига у нее там шапка, смотрите, какая. С перьями. Под индейца косит, а? Бежим. Блин, у меня такое впечатление, что мы не бежим, а знаете, есть такая спортивная ходьба. Что-то мне это напоминает. Сразу вспоминается фильм с Андрианой Чалентано. Что ты там кричишь, охламонка? Какую тебе еще дорогу? Видишь, я иду здесь. Может тебе уже порадовать советы о том, как проходить испытания? Да я легко могу давать. А кому? Кто хочет взять у меня платные уроки? Мне нужно заработать 200 баксов. Для того, чтобы я смог паромщику заплатить за переправу. Так, ребята, у нас энергии еще целое яблочко. Так, мы что-нибудь вообще можем с вами сделать, а? Топор, топор. Так, давайте два камня. И две веточки. Отлично. Крутим. Получаем с вами топорик среднего качества. Прочность 18. Слабовато, если честно. И больше у нас нет ингредиентов. Зато мы можем сделать себе шапку. Или бандана. Сейчас увидим, что это такое. Подожди, какая веточка? Вот это мне надо. Крутим. Так, ну-ка, что это у нас такое? Среднее качество. Понятно. Прочность сколько? Блин, прочности почему-то нету. Ладно. Продолжаем с вами путь. И, кстати, вон впереди что-то уже виднеется у нас на тропе. Какой-то домик или что-то в этом роде. Сейчас мы с вами прибежим туда и посмотрим. Так, мы можем с вами порубить вот это вот сломанное дерево. Херак! Очень быстро, кстати, ребята, тратится прочность у топора. Ну, есть. Что тут у нас? Так, две веточки и яблоко. А, три веточки даже. И яблоко, да? Блин, у меня рюкзак переполнен. Все начинает из него выпадать. Ладно, фиг с ним. А, ребята, я вспомнил что-то. Это у нас здесь будет торгаш. На андроиде, когда играл, вспомнил. И у нас, кстати, здесь новое пристанище. Беатрис, наверное, сейчас что-нибудь у нас спросит опять. Так, торренс роар. Ясно. Ну, давай ты что-то так медленно идешь-то на свой пенек этот. Свой поленок. Давай, присаживайся. Торги опять, да, у нас? В альманахе есть навыки, которые вы можете изучить. Что ты там айкаешь-то, а? Ну, что я могу изучить? У меня с вами 60 монет и 125 бакинских. Вот это бы мне, в принципе, не помешало, если честно, да? Оу. Хе-хе. Хотелось бы увеличить себе рюкзак. Делает более долговечным. На 4 километра его хватит буквально. 4 километра, это тоже хорошо. Правда, я, честно говоря, не знал, что рюкзак у меня, оказывается, тоже изнашивается. Так, ну-ка. Все, больше у меня ничего не осталось, ребят. Никаких монет нету. Мастерская, я могу себе... А только топорик могу и сделать. Все. Видите, да? Давайте сюда камешек, сюда и две веточки. Веточек у нас как раз хватает. Вот так. Давайте однорукого бандита дернем. Что он нам даст? Ну, я уже вижу, ребята, прочность 19. А тот топорик, кстати, у меня уже все. Там всего 4 удара на него осталось. Так, и... Да погоди, погоди. Вот, вот эти вот веточки мне нужны. Давайте еще раз посмотрим, какой на этот раз он мне даст топор. Прочность 17. Нет, ну все не то. Нужно, кстати, себе развить более улучшенный топор. Но до этого мы с вами, наверное, дойдем попозже немножко. Атрибуты и бафы. Вот так вот. Шапку поменяли. Я, честно говоря, не увидел особой разницы. По-моему, они абсолютно одинаковые. 13. Вот в этом я пока в атрибутах я не могу... Ой, елки-папа, куда я залез тут? Бонус за охоту, за рубку леса. Да, охотник из меня, конечно, никакой. А вот... По лесному делу вроде бы неплохо. Ну что, давайте тогда торговать. Что нам следует сделать? Давайте вот этот топор выкинем. Всего 6 баксов. А этот... О! Так, неплохо. Так. Банданы тут тоже на продажу. Так, я пока на первом месте. Но это пока. Уже на втором. Да кто там все время плюется? Вы слышите такие характерные звуки, а? Хапсю, хапсю. Ха-ха-ха. Елки-папа, нифига у них там рога так у всех. Кто-то топор выложил. Блин, надо топоры делать. Вы посмотрите, они довольно неплохо стоят. Блин, ну у меня рюкзак очень-очень маленький. Я не могу в себе очень много носить. Жаль. Так бы я этих топоров бы надел бы. Кстати, да, надо будет подумать над тем, как бы нам увеличить рюкзак и улучшить топоры. Чтобы на этом неплохо зарабатывать в дальнейшем. Все, торги закончились, да? И на каком я месте? Как всегда, на самом последнем. Ну, естественно, мне нечего было продавать. Тебе, похоже, пригодится помощь в следующем испытании. Эти предметы помогут тебе получить необходимое преимущество. Торгаш, я с тобой полностью согласен, но цены у тебя, конечно, просто заоблачные. У меня нет столько денег. Можжевелое варенье, фронтирные ботинки, штаны, рубашка, печенье. Нет. Наверное, мы с вами на этот раз перебьемся. Согласитесь, ну, тратить деньги на что? Вот на это все восстанавливает одну единицу энергии и дает... Чего дает-то? Дает, просто он дает, и все. Так, дойти до реки нам осталось немножко. 200 баксов тоже осталось чуть-чуть, и мы с вами собираем. Зарабатывай больше очков навыка, выполнив это испытание. Уверена, у тебя получится. Так, гонка с соперником. Дойти до следующего лагеря быстрее соперника. Так, а где мой соперник? Ага. Первый, я второй. Вот она. Фиджет. Ладно, Фиджет. Побежал я. Да кто это такой? Тебе бросают вызов, одержи победу. Это будет нелегко. Ну, я в тебя верю. Правильно делать, что веришь в меня. Я сейчас ее взрючу. Вот, смотрите. Можно было бы, конечно... Что такое? Съесть что-нибудь, да? О, ребята, у меня очень, видимо, мало энергии. Нужно где-то подкрепиться чем-то. Но я пока ничего не вижу. И у меня в рюкзаке, опять же, только один топор. Так, что это такое? Мы что-то подняли непонятное. Мне бы где-нибудь найти ягодок, орешков. Что-нибудь такое съестное. И можно будет тогда смело подкрепляться. А, вот. У нас, кстати, есть с вами. Отлично. Повысили себе даже маленько скорости. Так, давайте-ка. Снаряжение, пища. В общем, все как полагается. Ага, вот они, ягодки. Разбросаны везде. Отлично. С голоду мы уже с вами не погибнем. Мало, конечно, восстанавливает. Но это лучше, чем вообще ничего. Так, я смотрю, еще вон ягодки лежат. Отлично. Нам должно хватить до следующего лагеря. А вот он, кстати, и финиш. Давайте поднажмем малька. Все равно мы сейчас с вами первые. И вон уже там Беатрис сидит. Я прошел главное это испытание. Ты превосходишь все ожидания, новичок. Хотя, какой ты уже новичок? Да, действительно, какой я тебе новичок? Так. У меня есть для тебя новое испытание. Ты ведь не трусишь? Дойди до следующего лагеря, имея предметы, по крайней мере, указанной ценности в рюкзаке, чтобы выиграть очки навыка. 75 долларов она платит. Надо соглашаться, ребята. И у нас очередные торги. Блин, жалко, я не могу это пропустить. Обязательно должен торговать. Ну, на худой конец это смотрит. А, нет. Смотрите-ка, все отлично у меня получилось. Рубим дерево. Значит, торги можно эти и не смотреть. Ой-ой-ой, как у меня быстро топор тратится. Что мы получаем? О! Полено там. А где? 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 Вот охламоны! А, вон они, вон они, вон они. Вижу, 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 вижу. Быстро, быстро, быстро собираем. Мы уже практически у реки. Тебе придется продать цены и предметы, чтобы оплатить переправу. Давай найдем их. Естественно, мы будем искать. Вот, еще можно здесь порубить. Сейчас топорик мой. Все. Накрылся он медным тазом. Теперь, я боюсь, мы уже ничего не найдем, а? И сделать я не могу. У меня нету камней. Печалька какая-то. Зато у нас есть 40 монет. За которую мы можем с вами что-то приобрести. Вот только что нам здесь нужно. Вот в чем проблема. Мы-то с вами изучаем это лесное дерево. А нужно ли оно нам вообще? Хотя у нас это специализация идет. О, ягодки. Вот это хорошо. Ягодки. Каштаны всякие. Так. Шкурки. Слушайте, а я так и не понял, сколько я должен и чего пронести? По заданию-то. Хм. Я ведь согласился же выполнить ее задание. По-моему, да. Так, у нас в мастерской 3. Мы можем с вами сделать топорик. Давайте-ка мы сделаем. Так, веточки. Да, ребята, здесь будет очень-очень много крафта в этой игре. Это практически крафт наше все. За счет него мы будем только выживать. А для того, чтобы крафтить, как вы понимаете, нужно очень много ресурсов с собой носить. Для этого, опять же, нужен большой рюкзак. А у меня с этим, как видите, пока проблемы. Причем очень серьезные. Смотрите, у него сзади какой-то чемодан. У меня рюкзачок, а у него целый, блин, портфель. Так, давайте-ка рубить дерево. Оу, ребята, я, кажется, кое-что понял. Надо бить, желательно, в одну точку, а не по всему бревну. Таким образом, я просто расходую топор и не срубаю это полено. Да меня только сейчас доперло, вы представляете? Как говорится, век живи, век учись. Ладно, в следующий раз я это обязательно учту. Смотрите, пока я тут замешкался, меня уже всякие охламоны перегнали. Блин, у того вот чувачка классная одежда, да, смотрите. Не то, что я как бомжик. Так, мастерская. На топор нам не хватает. Мы можем с вами только ботинки сделать и бандану. Но это нам сейчас пока ни к чему. Еще здесь есть такая фишка, ребята. Если у нас много с вами будет груза в рюкзаке, то будет перевес. И мы с вами будем очень-очень медленно идти. То есть бег практически исключен здесь полностью. Ну-ка. Вот. Все, теперь я могу сделать топор. Сейчас мы его с вами... Да, е-мое. Ну что ты? Давай вот сюда вставай. Делаем. Надеюсь, хорошенький. Нет, 17 прочностей опять же. То есть недолговечный. Да и фиг, в принципе, с ним. Нам-то что, лишь бы порубите, да? Так, давайте, наверное, еще вот так вот сделаем с вами эти макосины. Чтоб хоть как-то разгрузить инвентарь. Какие у нас появятся ботиночки? Ну-ка, показывай, показывай быстрее. Пока непонятно какие. Но, видимо, плохие, потому что дымок идет от них. Типа ботинки вонючие. Мы такие с вами, наверное, носить не будем. Да, кстати, топор тоже вонючий. Ну? Что на этот раз? Вот, видите? Нет, они тоже воняют. Вонючие ботинки. Ну, они, в принципе, и должны быть такие. Но не новые, согласитесь, ребята. Так, повтор. А зачем повтор? Неужели мы что-то с вами провалили? У тебя есть все предметы. Теперь тебе необходимо добраться до следующей лагерной стоянки, не растеряв их. Да? Ладно. Попробуем. Оу. Теряем, теряем, теряем. Все у нас падает, выпадает. А я все хапаю, хапаю. Ладно, фиг с ним, пускай лежит. Тут можно бревно рубить, но... Никуда оно не влезет, ребята. Потому что у нас перебор. А вон и финиш. А ну, прочь с дороги, окламоны. Не видите, главный бомж на районе бежит. Блин, какой у него классный рюкзак был, а? А у меня до сих пор какая-то чушь. Ты превосходишь все ожидания, новичок. Хотя, какой ты уже новичок. Оу, ребята, мы дошли с вами до переправы. Как-то больно быстро. Блин, а у меня деньги-то хоть есть? 200 долларов-то, чтобы заплатить паромщику. Нету. Так, срочно торгуем, ребятушки. Срочно, просто-напросто. Иначе мы не попадем с вами на следующий берег. И не продолжим путешествие. Так, давайте мы все это барахло будем продавать. Сколько я выручил? Пока нисколько. Так, ну 30 бакинских уже есть. Все, ребята. 209 долларов или центов. Я не знаю, что мы тут с вами сделали. Ну, теперь уже хватает. Можно уже расслабиться. Так, ботиночки, смотрите. Оп, 57 баксов. Но причем за каждый ход, вы видите, да? Когда они приближаются, ценник у них падает. Не знаю, с чем это связано. Типа БУ. Я положил было 56, да? Сейчас они уже стоят 14. Офигеть, ценник падает. Ладно, давайте выкладывать тогда остальной хлам. Пойдем, как говорится, с вами налегке. Идея на следующую миссию. Так, давайте эти ягодки. Все это нам не нужно. Тем более, здесь у нас общий раунд, где выкладываются всякий бред. Ну что же, 296 долларов мы с вами поимели. Так что можно смело идти к паромщику. Тем более, я на 4 месте. Так. Что у нас тут будет далее ожидать? Задания пока никакого нету. Биатрис тоже почему-то нету. Хорошо. Ну и паромщик, а? Что за хламон? Приветствую, путники. Я паромщик. А это река. Да надо же. Как будто не видно. Ну что же. Купим билет на паром. И все, ребята. Мы с вами должны быть на другой местности. Мы далеко прошли вместе. Но боюсь, мне дальше с тобой не по пути. Ты что, меня решила покинуть, что ли? Говорят, это твой дядушка Руфус прошел дальше всех. Быть может, ты найдешь его там впереди. Возможно, тебе даже удастся его обогнать. Все, может быть. Я не спорю. А теперь иди в Иден Фоллс и найди свою судьбу. Удачи, приятель. Я верю в тебя. Блин, а я уже так привык к тебе, хламонка. Что ты бегаешь рядом со мной. Постоянно меня подбадриваешь. И так далее, и так далее. А вон там впереди у нас стоит Биатрис. Это очередной у нас лагерь. Вон там паромщик у нас. В общем, ребята, это у нас новая начинается локация. Чувак там по реке идет. Упал, видимо. Или глюканул. Я не знаю, что он там. А здесь у нас что? Вы смотрите-ка. Биатрис и какой-то новый чел там возле нее стоит. С восклицательным знаком. Значит, будет какое-то задание, скорее всего. Кто это вообще такой? Что за Пиноккио, а? Чиливелк. Ну, ладно. А, нет, они обои сейчас будут болтать. Привет, у меня для тебя кое-что есть. Да ты что, а? Что это ты мне протягиваешь в письмецо? Пятое января. Мое неблагодарное дитя. Я молюсь, чтобы это письмо дошло до тебя, Иден Фоллс. Новый свет. Надеюсь, ты скоро образумишься и отправишься в обратный путь домой. Зря я показал тебе книгу твоего дядюшки. Этот альманах доктора Руфуса. Это просто руководство для дураков. Ты пропадешь в новом свете, как и он. Вот увидишь. И я потеряю не только своего брата, но и свое дорогое дитя. Почему никто не задумывается обо мне, о том, как я себя чувствую? Пожалуйста, вернись домой. Мы хотим для тебя только счастья и безопасной жизни. Если тебе так нужны приключения и увлечения, то у нас рядом есть хороший парк. Там только-только появились новые качели. От всей души твоя любящая мать. Дорогая мама, новый свет привлек меня возможностью исследований путешествий по тропам, где раньше никто не ступал. Богатство. Пожалуйста, поверь, я знаю, чего хочу. В Англии у меня не было ни денег, ни высокого положения. В моей жизни ничего не происходило. Мне суждено было впустую тратить свои дни на этой ужасной работе. На этой ужасной работе... Давайте, наверное, выберем с вами на этой ужасной работе на ферме. Но здесь... Здесь мне уже удалось пройти 2 километра этого нового мира. Здесь мне довелось увидеть такое, что немногим посчастливится увидеть. Такова моя судьба. Идти по новой тропе. Встречать новых людей и одиночество мне не грозит. Ведь у меня появился новый друг. И тут у нас птичка Кока, прекрасная Беатрис и гид, имени которого я уже не помню. Нет, давайте, наверное, все-таки выберем Беатрис. Не переживай за меня, со мной все будет хорошо. А насчет дядюшки Руфуса я не пропаду, как он. Может, я даже смогу его здесь отыскать. Может, я смогу... Наверное, мы с вами будем привезти обратно в Англию. Да? Почему нет? Давайте выберем вот этот ответ. Люблю сын. Отправляй письмо. Весьма признателен. Твоя почта в надежных руках. Только попробуй не донести почту. Лишишься своих зубов. И пошел попрыгунчик. Так, вот у нас с вами что нужно делать. Дойти до города. Построить дом. Открыть навык хозяина и сохранить полторы тысячи долларов. Обалдеть просто. Так, ребята, мне опять торговать в принципе нечем. Действительно хочу уйти, не попытавшись пройти испытания. А я только стала считать тебя своим другом. Так, найти двух енотов нам нужно. Вот оно, какое будет задание. А где я этих енотов найду? А, все, ребят, вспомнил. На андроиде. Вон он, кстати. Так, о ленотах. Они прячутся повсюду и таскают интересные предметы. Это очень интересно. Я вижу одного. Вон на дороге стоит, а. Так, перекус у нас здесь с вами, ребята. Восстановим энергию. Обязательно. Энергия, это наше все. Так, так же, как и крафт. А, вот эхламон. Ребята, он тырит все. Посмотрите. Опачки. И вон, и вон их вот. Ого, ничего. Смотрите, как прикольно. Чемоданище. Тут еще какая-то на башке у него, хрен знает. Ваза. Я себе такой же прикид хочу. И собачка у него. Так, енотик, что у тебя здесь? Палочка и шкуры. Замечательно. Не понял, а у нас что тут уже? Снег пошел? Зима наступает, что ли? Я всего два километра прошел, и уже наступилась зима. Ёлки-палки. Я надеюсь, не замерзну. Вон еще, кстати, енотик. Енотик прячется. Я надеюсь, не замерзну в этих бичевских нарядах. Давайте подкрепимся, малька. Хотя, как я смотрю, здесь ребята тоже не особо-то арзодеты. Так, три шкуры. А там что-то непонятно, что подобрали. А, орех какой-то, видимо. Блин, я хочу себе тоже питомца. Чтоб он по дороге со мной шел и развлекал меня. Мы, наверное, ребята, с вами поднимаемся куда-то в горы. Ну, потому что не могло так резко с лета переключиться на зиму. Так, давайте-ка смотрим мастерская. Топор нам не дано сделать. Можем сделать с вами бандану. Это нужно две шкуры и каштан, по-моему, да? Или это нитки? Я даже не пойму, что это такое. Так, 15 прочностей у этой банданы. А, какой 15? 1,5. Что-то вообще как-то слабенько, если честно. А у меня один, так что все нормуль. Все даже очень хорошо. 2,4, 2,4 и 1,4. Прочность у них, ребята, со временем теряется и одежда приходит в негодность. Так что за этим тоже нужно будет следить. Ага, в карман я могу только одну вещь положить. Пускай там будет лежать веточка. Так, перегруза у нас пока нету. Или есть? Не пойму. Нет, пока нету. Когда будет перегруз, вот эта вот гиря, она будет красным у нас. Видите, бежать мы можем, так что все отлично. Так, я вижу впереди камушек. Так, а вот это у нас что-то новенькое. Это, видимо, руда какая-то. Надо нам... Ох ты! Что это мы с вами можем сделать? О, ну-ка давайте-ка попробуем какой-то чемодан. Так, две веточки, да, нужно? И камень. Все. Давайте крутим. А что это за чемодан? Что он делает? Все нам вот так вот. Так, два и девять. Угу. Так, нам нужно его воткнуть к себе в инвентарь. Помните, у нас здесь... Вот. Вот сюда мы его вкладываем. О, смотрите-ка. Я увеличил себе место. Ну, правда, не очень много, но все-таки. У меня 140 очков. Можно, кстати, неплохо потратить. Улучшенный каменный топор. Для руки деревьев. Ох ты! Здесь вон, смотрите-ка. Дом ученика лесоруба. Хе-хе-хе. Прикольно, блин. Тут столько всего, а, ребят? Просто офигеть. Давайте, наверное, откроем. Топорик вот этот вот. И еще 90 монет у нас осталось. Так, а это что такое? Еще больше рюкзак. Ох, хотелось бы, хотелось бы. Ну, для этого нужно, видимо, вот это изучить. Уменьшает стоимость. Ладно. Парома. Так, а теперь открываем. Слушайте, но ресурсов там нужно немало. Немало, я вам скажу. Комбинировать куски известняка в рюкзаке. Думаю, стоит тоже изучить это. Надеюсь, не зря. Я, правда, не пойму, что значит комбинировать. Как это все будет выглядеть. Так, еще 10 монет у нас осталось. Пятна могут считаться логотипом. Ну, пятна, наверное, лучше, чем эти, как их, заплатки. Пускай будет. Ну, что же. Давайте-ка. А можно бандану? Нет, нельзя, ребята. Нельзя положить в карман. И больше. Вот один предмет только, и все, к сожалению. Для чего этот кармашек нужен? Особо сильно он нас не выручает. Хорошо, давайте продолжать свое путешествие. Так, здесь у нас два известняка. Мы это забираем. Отлично, там руда наверху. Забрали ее. И вон уже Беатрис виднеется. И это означает, что у нас будут торги. Надо тогда посмотреть, что мы можем с вами сейчас сделать. Хотелось бы что-то продать, выручить хоть немножко деньжат. У нас 96 долларов всего, а нам нужно полторы тысячи. Не забываем это, ребята. Ничего, к сожалению, не можем. Веточку какую-то нашли. Так, больше я здесь пока ничего не вижу. А, нет, вон руда. Замечательно. Так, ну что, Беатрис? Давай побеседуем с тобой. Время торгов. Что у нас есть-то хотя бы? Давайте глянем в рюкзаке. Две руды. Да, не айс, конечно. Но ничего не поделаешь. Так, давайте мы вот это продадим. Бандана нам это не нужна. Она старая. Хе-хе, куда? Сюда ее бросили, сюда. Блин, хочется за нее выиграть побольше денег, но, видимо, ничего не получится. Вот она сейчас 26 стоит, да? Ооо, вообще копейки мы выигрываем. Здесь у нас инструменты. Топорик был прикольный. Так, рогатки всякие, руда на Х2. На рогатку именно Х2 действует продажа. А на остальное по полторы. Хорошо. Это общий раунд. Здесь можно выкладывать всякий хлам нам ненужный. Ой, какой он копейки стоит просто-напросто, да? Немного мы с вами выиграли. Ладно, все это на продажу. Веточка тоже. Давай, иди отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, отлично, ребята. Опять же я на последнем месте. И 133 доллара у меня всего лишь. Ничтожно мало. Очень мало, ребята. Я даже не знаю. Успеем ли мы? Заработай больше очков навыков, выполнив это испытание. Уверена, у тебя получится. Дойди до следующего лагеря в указанное время, чтобы получить очки навыка. Хорошо. Минута 30 нам дается на все про все. В горах бывает очень холодно. Ты замерзнешь, если будешь добираться слишком долго до следующей лагерной стоянки. Спасибо тебе за предупреждение. Значит, нам нужно очень быстро бежать. Смотрите, тут ветерок задувает. Так, энергии у нас пока хватает. Значит, будем бежать пока. Так, руда. Ай, успел, успел взять. Так, лес. Это все ерунда. Здесь ничего нету. Обгоняем этих олухов. Бомжи с дороги, как говорится, да? Сзади идет по пятам. Прямо практически мне в спину дышали. Причем такой же, как и я. Один в один. Брат-близнец у меня тут нашелся. Так, что тут? Орешек, да? Ага, подкрепились малька. Это хорошо. Еще один такой же, как и я, бежит. Ладно, фиг с ним. Время, время. Ребята, у нас поджимает. Нам нужно спешить. 43 секунды осталось. А я пока даже не вижу ни финиша, ничего. Ох, мы успеем или нет? А, вот, вот, ребята. 33 секунды должны поспеть. Тут, я смотрю, енот за камнем спрятался. Ну, что ты нам дашь? Возьмем вот это вот. Все, успели, по-моему, да, мы с вами? Сейчас Беатрис нам все расскажет, успели мы или нет. Так, и мы можем с вами сделать чемодан этот, портфель. Нужен известняк. Давайте вот так вот сделаем. Так, я пойму. У нас известняк есть третьего и второго уровня, да? Так, веточка второго уровня. Первого уровня. Два... Лапы или шкуры, не знаю, что это такое. И металлолом. Ну-ка, что вы нам сделаете такого хорошего? Смотрите, 2,9. Слушайте, это, по-моему, даже очень неплохой результат. Где мой персонаж? Тут 2,5, да. Вот так вот. Шикарно. Интересно, а что нужно сделать для того, чтобы у нас были лучшие ингредиенты получались? Так, мы дальше ничего не можем сделать. Абсолютно. Ну, в этом ничего страшного нету. У нас с каждым разом все больше и больше становится крафта. Мы постоянно с вами что-то изучаем. Так, о! Давайте-ка заберем вот это полено. И больше я пока ничего здесь не вижу. Ладно, давайте заходить уже в лагерь. Саундсайт. Ну-ка, что? Опять начинается у нас тут торговля. Так, время торгов. И что мы можем с вами проторговать? Рудой. Шестнадцать стоит она. Хорошо. Ладно, давайте выложим. Я надеюсь, нам еще она попадется потом на пути. Нам очень нужно много денег. И желательно в короткие сроки. Потому что мы скоро, наверное, с вами доберемся уже до переправы. И нужно будет башлять. Если мы не накопим денег, я не знаю, что будет. О, портфель. Смотрите, сколько стоит. Слушайте, да неплохо. И все сразу начинают выбрасывать портфели. Упыри. Чертовы, а. Это мой портфель? Не пойму я. Что-то куда-то все исчезает. Прямо из-под носа. Я на втором месте в данный момент, ребята. Вот у меня здесь осталась только вот эта фигнюлька. Я так понимаю, это шкура. И известняк. Но мне не переплюнуть. Нифига. Как они могут столько с собой таскать предметов? Кто-нибудь мне это объяснит, а? Они с такими же рюкзаками, как у меня. И елки-палки. Куда я там спустился? Я на четвертом месте опять. Как олух, блин. Так. Да. Вернись, когда заполучишь топор, требуемый для этого испытания. Ты же не можешь рубить деревья руками. Сруби требуемое количество деревьев по пути до следующего лагеря, чтобы получить очки навыков. Вот так вот, ребятушки. Нужно... А у меня топора нету. И что мне делать? Как я вот теперь буду проходить это задание без топора, ребята? Никак. Придется мне просто так вот бежать. И высматривать какие-то ингредиенты для того, чтобы я смог себе сделать топор. Где-то здесь вот руду я видел, ребят. Вот. Не могу ее... Вот она, вот. Ага, подобрали. Замечательно. Пойдемте тогда с вами дальше. Нужно все везде... О, ягодки. Пригодятся нам. Так, здесь пустота. Ничего хорошего нету. Даже енотов нету, ребята. Просто нету. Так, ну зато здесь очень много руды. А руда занимает довольно много места у нас в инвентаре. Это не есть хорошо, с одной стороны. Хотя стоит она недешево. Я вижу дерево здесь, но его рубить мы не сможем. Опять же, нет топора. Так, давайте ягодку съедим. Нам нужно, ребята, подкрепляться. Чтобы энергия у нас всегда была. И я так понимаю, что в дальнейшем, когда у нас будут лучшие шмотки, у нас будет больше выносливости. Дольше мы сможем с вами не голодать. И так далее. Так, так, так. Что здесь нужно? У меня 40 очков, ребята. 40 монет, точнее. И мы с вами можем... Что это такое сейчас было? Не понял. Здорово, бомжара, братиша. Да, такой же, да. Слушайте, мне нужен топор. Ё-моё, блин. Если бы я был бы охотником, я бы мог вот этого вот... Кто это у нас? Зайчика подбить из рогатки. И, наверное, добыть себе шкуру. А может быть и мясо. Так, всё, да? Кажись, мы с вами насобирали на топорик. Есть ли смысл сейчас с этим заморачиваться, я пока не знаю. Миссию мы всё равно с вами профукали и ничего уже поделать не можем. Ну, чё ты, чё ты, куда ты бежишь? Куда ты бежишь вперёд, батьки, а? В пекло. Вот так вот, чтобы не... Так, енот, что там у тебя? Ага, оруда. Тяжёлый рюкзак. Вот, ребята, о чём я вам и говорил. Ё-моё, у меня офигенный перевес, и я еле иду, еле ноги придвигаю. Так, тут можно каменный топор. Так он у меня открыт. Зачем он мне? Он мне не нужен. Давайте-ка мы... Подожди. А, хрен. Здесь нужна какая-то штука, у меня её нету. Давайте тогда вот здесь мы с вами замутим на топоре. Как раз у меня есть две веточки. Крутим. Ну, что у нас получается? 18 выносливостей у топора. То есть я 18 раз могу рубануть по какому-нибудь полену. Ах, вот оно что. Ну-ка, давайте-ка, ребята, улучшим тогда этот топорик. Мы с вами, конечно же, как полено. Известняк. И руда нужна. Вот эту поставим. Крутим. Насколько лучше сейчас посмотрим? 19. Слушайте, ну... 19 долговечности. А у меня было 18. Ладно, ну я думаю, что он, наверное, посильнее бьёт. Нам только нужно найти с вами... Какое-нибудь дерево. Где мы можем с вами испытать. Ё-моё, вот эта карта, а. Эта карта, она очень большая. Так что проходите, проходите нам эту игру с вами. До потери пульса. У нас с вами здесь задание. Не забывайте построить дом, блин. Я даже у мамы предложу, как это всё будет выглядеть. Что-то новенькое мы с вами нашли. Какую-то звёздочку непонятную. А вот, по-моему, у нас и дерево. Да, ребята? Или нет? Да, мы можем его рубить. Ну-ка. Так. Руби, руби, руби. Вот нужно по одной... Вот так вот. Отлично. Три ветки и одно полено у нас получается здесь. Так. Почему-то некоторые веточки дымятся. Мне так впечатляет, что это самые плохие ветки, которые можно только найти. И они нам очень мало чего дают. Тут я имею в виду то, что если мы будем с ними крафтить оружие там или рюкзаки, они у нас будут недолговечные. Нам это не выгодно, ребята. Так, давайте руду сюда. Вот так. Сейчас мы посмотрим, какой у меня получится рюкзак. О, смотрите-ка. Вот это неплохо. Три и один. А у меня, по-моему, 2,9, да? А, уже 2,7. Ну что же. Вот так вот. Хорошо. Ребят, у меня, кстати, уже бандана поистрепалась. Сапоги. Мои макосины. Тоже уже 0,8 осталось. Блин, не хватало мне еще тут босиком потом бегать по этим улочкам. Улочкам? О чем я? Конечно же, я имел в виду дорогам. Так, давайте рубить вот это все. А, как он быстро у меня израсходуется, этот топорик. Опять нам дали просто 2 ветки. Ладно. Забираем их. Все сгодится. Слушайте, у меня одно яблочко что-то как-то замороженное, по-моему. Давайте-ка попробуем еще сделать здесь рюкзачок. Ну, честно говоря, он выглядит почему-то как чемодан. Так, вот так вот будет, наверное, получше. И еще 2 меха нужно. Вот так вот. Все, давайте крутить. Ну, я думаю, что не очень хороший. Да, 2,4 это ни о чем. Не будем мы это ставить, он потом у нас пойдет на продажу. Стоит он, по-моему, довольно прилично. Так, вот, смотрите, у меня одно яблочко вроде как замороженное, да? Это плохо. Я боюсь, что если у меня сейчас энергия закончится, я могу здесь и погибнуть. И причем... Ой, я орешек упал. Вот он. Давай его сюда. Какой-то неугомонный, блин. Я могу чем-нибудь... Нет. Осторожней, кто же может оказаться хуже голода? Ты совсем не замечаешь, как тратишь энергию. Так я вот о чем и говорю. О чем я вам и разъясняю. Так, вот мы с вами. Голд Кэп. Так, что у нас здесь? Торги опять. У меня как раз есть для торгов на этот раз 2 рюкзака. И я думаю, что неплохо я должен с этого поиметь. Так, ну что? Приступаем к торговле. Вот. Так, давайте, наверное, мы... Сколько? 90, да? Ценник 96, 94. Давайте вот так оставим. Так, я пока на первом месте. Но это пока опять же. Давайте еще рюкзак. Так, 148. У нас в почете здесь веточки. А веточек у меня нет. Так, тут у нас, смотрите, всякий хлам можно подбывать. Руда на Х2. Ага, я понял. Когда помечено красным, это значит, они... Самая большая цена у них. Все это на продажу пролетит. Так, меня... Я не пойму. А, я уже на втором месте. Вещевой раунд. Так, это про одежду. Смотрите, какие прикольные там эти... Сапожки. Курточка. У меня такого нету. Аришек это мы потом съедим. Так, давайте вот так, наверное. Шесть всего лишь стоит. Очень мало. Надо было мне все-таки тогда ее продавать. Когда она была по двойной цене. Все, на третье место упал. Блин. Ну что за фигня, а? Что за непруха? Все на этом. Никакого задания ты мне... А, нет. У нее есть что-то для меня. Так, пройди назад по карте, чтобы выполнить провальные ранние испытания. А, можно вернуться? Слушайте, но вот это уже другой разговор. Я могу вернуться по карте. Не забудьте о моем испытании. Если, конечно, не боишься. Дойди до следующего лагеря, имея указанное количество предметов в рюкзаке. И выиграй очки навыка. Только мне непонятно, сколько я должен нести с собой этих предметов. А, вот. Теперь мне показывают. У меня в данный момент 5 из 30. Слушайте, я не знаю, что я должен сюда положить. Чтобы у меня все это поместилось. 30 предметов. Хорошо. Ну, 6. И это должны быть довольно мелкие предметики. Типа ягодок. Вот что-то такое, да? Так, вот 7 предметов. 8. И уже практически нет места. Оу, а если я съедаю, у меня это все исчезает. Блин, мне придется заново все... О! Сложнота пошла. С каждым разом они мне все хитрее и хитрее подсовывают задания. Я даже не представляю, что будет у нас в дальнейшем с вами там. Так, я вижу, там где-то енот прячется. Ха-ха, что там у тебя? О, довольно неплохие штучки. Так, я могу сделать себе даже уже одежду. Скрафтить. Это довольно неплохо. Ну, опять же, если я сейчас начну делать... Так, перо. Смотрю, перо там на дороге. Если я сейчас буду заниматься вот этим вот крафтом, ребят, да? То, наверное, у меня опять же предметов станет меньше. Так, давайте-ка посмотрим. Посмотрим, что... Так, 2,4. А у меня 1,6. Конечно же, ставим, ребята. Все, теперь нам стало немножко теплее. 12 предметов из 30 у меня в сумке. Так, макосины надо тоже, ребята, заменить. Потому что они сейчас у меня вообще истрепаются. Естественно, это лучше, чем босиком. Качество среднее. 1,4. А здесь 0,6. Здесь, конечно, меняем. Бесспорно. Видите, сразу же увеличилась скорость. Чем новее ботинки, тем лучше. Смотрите, зайцы ничего не боятся, да? Ходят здесь по тропе. Блин, жалко, у меня нет ружбайки. Сейчас бы как дал бы. И мясо бы поймел бы. Слушайте, у меня еще заметили какой-то есть крючок. И, видимо, на него что-то можно будет потом со временем повесить. Может быть, даже какой-то дополнительный рюкзачок. А почему бы и нет? Я бы вполне такой не исключал. Что ты идешь там, смотришь по сторонам, а? Напоминает мне чем-то долговязового Дон Кихота. Похож. Слушайте, я не смогу, ребята, не смогу я этого сделать. 15 предметов из 30. Они просто элементарно ко мне не влезут в рюкзак. Что бы я там ни делал. Ладно, это мы не будем с вами изучать. А вот я думаю, что вторую звезду, наверное, надо. Будет он у меня более долговечный. Так, шикарно. Может быть, сделать на 3 звезды? Как говорится, полностью прокачать себе рюкзак. Все, шикарно. Так, и у нас 436 доллара, ребята. Время торгов. Ага. Длятся еще дольше множители. Время торгов. Ладно. Про торги пока мы не будем ничего заморачиваться, ребята. Слушайте, мы скоро с вами сможем попасть в город. Вот. Испытание. Рубка леса. Короче, что у нас беленьким помечено. Это непройденные миссии. И мы можем на них как-то вернуться и пройти. А вот только как, я не пойму. Я вот нажимаю, вроде бы, и ничего не происходит. Может быть, это нужно делать в лагере? Слушайте, это надо все будет пробовать, испытывать. Ох ты, это что такое у нас? Для еды. Зачем мне это нужно? Я вроде бы не торгаш. Я лесоруб и портной, по-моему, да? Так. Угу. Топорик стал еще более долговечным. Все. Полностью изучили. Теперь у нас будет мощный и долгий топор. Хотя я думал, что это все зависит, ребята, от крафта у нас. Сами прекрасно видели, что там 18, 20. Ударов я могу нанести. Ну. 16 из 30 предметов. Так, что такое? Что с тобой, птичка? Может быть, ты говоришь мне о том, что у меня очень мало энергии. Мне нужно поспешить. Кстати, да, ребята. У меня, по-моему, а нет, есть один орешек. Сколько он даст мне? Ой, мало. Давайте еще возьмем вот этот орех. Срочно усидим. Перо поднимем. Ягода. Сколько? 17 из 30. Ну, это нереально, ребята. Это нужно весь инвентарь забивать, знаете, такими предметами, как вот перья, орешки, ягоды. Тогда да. Да, ну, они здесь меня прям так и ждут по моей тропе. Хе-хе. Так, что это такое? Черная звездочка какая-то. Не пойму, для чего она здесь вообще нужна. Так, ну что надо... Смотрите, 20 предметов из 30. И у меня рюкзак уже практически под завязку. Ну, я могу еще небольшую горочку сделать на нем. Но вряд ли что-то получится. Так, топорик, да? Блин, хочу вон тот себе рюкзак большой уже. Так, что нам нужно? Нам нужно... Да нам ничего пока не нужно, ребят. Рюкзак тяжелый, я еще и медленно... А, нет, пока нет. Иду нормально. И мы уже добежали с вами до очередного лагеря. Естественно, провалив это задание. Потом, наверное, сможем его переиграть, я надеюсь. О, все, что-то он у меня расхляпался. Еле-еле идет. Кстати, когда он, наверное, бежит с перегрузом, очень быстро тратится энергия. Провал, ребята. Ну, вот о чем я вам говорю. Можно повторить, можно продолжить. Так, повтор, значит, все-таки осуществляется. И опять здесь у нас торгаш очередной. Смотрите-ка. И, как всегда, у него, наверное, заоблачные цены будут. Нет, тратить мы пока деньги не будем. Сейчас мы здесь с вами, наверное, поторгуем маленько. Потому что хлама с вами набрали очень-очень много. Время торгов. Добро пожаловать. Ага. Тебе не хворать. Так, у нас здесь руда. Руда. Но она всего лишь на полтора раза ценится. Давайте выставлять. Потому что очень-очень тяжело с этим ходить. Сколько мы выиграем? Да, копейки. Очень-очень мало выиграем мы с вами. Так, торги заканчиваются. Переходим к одежде. Раунд одежды. И, причем, здесь нет того, что у меня есть. Да, вот эти вот макосины. Это вот телогрейчика, блин. Ладно. Так, у меня зато есть перья еще. Ну, перья не могут нам пригодиться, наверное. Так, а здесь уже шмотки продаем. Ну что, 22 доллара. 22. 23. Блин, за 19 улетело. Так, ну что, перья. Тоже не очень дорого это все стоит. Давайте вот все вообще продадим нафиг. Весь этот хлам. И где я? О, на пятом месте, ребят. Что-то я вообще расстроился, блин. Да, 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 welcome. Такие цены. Эти испытания становятся все сложнее. Некоторые из миг предметов помогут тебе. Одолеет соперников. Да, ну и цену тебя, братиша. Что-то как-то очень... Фронтирные штаны. Печенье. Ладно, давайте мы купим себе ботинки. Полторы единицы скорости, да? Так, ладно. И больше, я думаю, что нам ничего не надо пока. Где у нас эти ботики? Персонаж. Вот они. Чудило, а? Ну что же, надеюсь, я не пожалею о том, что я потратил деньги и купил у него эти ботиночки. Так, как можно... Ну-ка, давайте попробуем. Может быть, отсюда можно как-то переиграть эту миссию. Рубка леса, да? У нас топор-то есть, я уже не помню. По-моему, был, мы не тратили. Слушайте, я не понимаю, как сделать-то, а? О! Вот оно как. Правильно или нет? Все. Отлично, ребята. С этим мы с вами разобрались, как можно перепроходить миссии. Рубка леса. Мне нужно срубить всего два дерева. Для меня это расплюнуть. Все, тем более, я сейчас с вами... И тогда мы сможем с вами пройти испытание, где нужно 30 предметов носить, когда улучшим себе рюкзак. Да, вполне. А сейчас будем... Ой, топор-то у меня... Ай-яй-яй-яй-яй. Черт подери, сломался. Да ладно, блин, я все продал. Да что ж такое-то? Что за непруха-то пошла? Эх, непруха, как поганая старуха прицепилась ко мне. Так, ладно, я вижу руду. Также я вижу каштаны и... Очень много руды здесь, кстати. Вы заметили? Ладно, ребята, не будем мы слишком сильно переживать. Главное, что эти задания можно перепройти. Это самое главное. Потому что очки навыков нам всегда нужны. Нам развиваться, еще развиваться здесь. Причем нам нужно очень много денег. Еще раз повторю, полторы тысячи долларов. И еще при всем при этом нужно построить дом. Так, у меня не хватает, ребята, да? Не хватает у меня буквально палочек. Вот одна есть. Енот прячется. Енот, иди... Да что такое не выдирается? Так, что там... Во! Палочка и шкурки. А ну-ка, теперь мы с вами... Подожди, нет. Чего-то не хватает у нас. Какого-то ингредиента не достает, ребята. Блин. Да я понял, что мои одежда изнашивается, да? Купить или изготовить новую. Все, вот теперь мы можем с вами сделать наш топорик. Веточка, еще одна веточка. Создаем. Дай хороший, дай хороший мне топор. О, 21. Ну, уже лучше, уже лучше. А для улучшения нам не хватает... Угу. Нужно полено. А у нас его нет. Ну, также нужен известняк. Так, давайте вот так вот сделаем. И нитки. 1 и 5 бандана. А у меня... Ой, 0,3. Ё-моё, нифига она поизносилась-то. Сапожки аж блестят. 2,8. Видимо, это очень хорошие сапоги. Поэтому они прям так светятся. Да-да, хламоны. Вы посмотрите, какие у меня ботинки. Ну. Так. Отлично. Три веточки мы с этого дерева поймели. Так. Мне нужно еще одно дерево срубить для того, чтобы выполнить это задание. Ищем тогда. Фиг ли нам страдать. Поднажмем, ребята, как говорится. Оу. Да ладно. Блин. Уже, ребята, финиш. Так. Забираем. Так. Веточка, веточка, веточка. Иди сюда. Блин, опять у нас не получилось, а. Мы не нашли с вами второго дерева, ребят. И очередной провал у нас, блин. Повтор. О, да я так могу бесконечно, ребят, делать. И рано или поздно я все-таки срублю два дерева. Теперь у меня топор-то целенький. Целенький. Так что давайте побежали искать. Где у нас тут? Вот. Я вижу, первая древесина там стоит. Сейчас мы с ней разберемся. Кстати, на этой дороге я заметил только лишь два дерева у нас всего имеется. Так. И вот так вот. Сделаем себе простые макосины. 1,3. Фигня. Но для продажи сгодится. Как раз мы пока с вами добежим. Возможно, еще немножечко с вами денег подзаработаем. Во. В кармане будут лежать. Да, у меня, кстати, штаны изнашиваются, ребят. 1 и 1. В прочности всего лишь осталось. Давайте рубить. Все. Одно дерево срубили. Так, мне нужно вот это полено. Ага, поместилось. Все, замечательно. Ведь мы же можем с вами улучшить наш топорик. Я надеюсь, прочность топора не сказывается. Вот сейчас у меня 9 всего осталось. Ну-ка, крутим. Смотрим, что он нам удаст. 19. Ну, я считаю, что это неплохо. Так. Ладно. Теперь нужно еще найти одно дерево нам. И оно будет уже ближе туда. К финишу. Вот оно, кстати, торчит. Давайте-ка мы его рубанем. 3, 4, 5. А, 6. 6 раз нужно звездануть по нему. Даже 7. Так, ребят, все. Выполнил я задание. Птичка от меня улетела. Беатрис сейчас будет говорить, что я это задание выполнил. И нам дадут очки навка. А что у меня так интересно? Перевес-то такой обалденный идет, а? Офигеть. Три гири на мне висит. Так, давайте вот так тогда мы с вами еще сделаем. Да, ребята, я еще раз повторю. Крафта здесь будет у нас много. Нам постоянно придется что-то делать. Вечно, я бы даже сказал бы. Так, дадут топор. Ох ты, 22. Качество высокое. Я вижу, что качество высокое. У нас то густо, то пусто. То нет топоров, то аж целых 2. Ладно, думаю, не стоит отвлекаться. Нам нужно как можно быстрее добежать до Беатрис. И получить наши очки навыка. Да что такое топор упал у меня? Лежи давай, во. Устаканился, так скажем, да? Давайте поднажмем малька. Добежим до финиша. Но не забывайте, что у нас еще одно задание с вами проваленное. Это по поводу 30 предметов в рюкзаке. Надо будет как-то над этим покумекать. У нас два варианта. Либо собирать орешки вот эти, либо улучшать и увеличивать свой рюкзак, чтобы в него помещалось больше предметов. Кстати, при повторе мы же можем с вами и так же зарабатывать бабло. Потому что мы можем бегать, крафтить, продавать. И сделать этот зацикленный круг до бесконечности. Так, давай-ка. Время торгов. Тут у нас что можно продать? Да можно все продать. Сколько топор стоит? О, неплохо. И все сразу выкидывают топоры и рогатки. А я вот так взял. У меня руды море. Поэтому я ее буду продавать. Тем более она стоит, ну, не очень дорого. Но, тем не менее, хоть какие-то деньги, да, ребят? Все. С этим покончено. Тут у нас общий раунд. Так, давайте шкурки эти. Будем продавать. Не знаю, полено. Так, у нас еще в кармане макосины есть. Надо ждать вещевого. Так, вот, одежда. Продаем. 24. Сколько? И 3. Банда на всего 3 доллара стоит. Ё-моё. Ладно, выкладываем все. Давайте по-быстренькому тогда. Вот так вот. Ну, сколько? На каком месте я? Неужели 5 на пятом, а? Точно? Вообще офиге. Как они, блин, бабло рубят, а? Гады. Усатые. Ну, что ж, дорогие мои друзья. Давайте тогда на этом я буду завершать свой выпуск. Увидимся с вами уже в следующей серии. И будем делать все эти очередные задания. А на этом все. Всем пока. И до новых встреч, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова